В этом дворе летом проводились работы по капитальному ремонту тепловых сетей. По словам жителей дома, на это у рабочих ушло все лето. И вот несколько недель назад место, где проводились работы, благоустроили. Обновили асфальтовое покрытие. Но с приходом дождей выяснилось. Все лето у нас здесь копали, пока сухо было. Как только пошли дожди, они начали работать. Прям во время дождя они прям все завалили, вот все это у нас. И вот это безобразие нам оставили. Если раньше была только одна небольшая, но глубокая лужа, теперь она мельче, зато намного больше. И обойти ее, особенно в темное время суток, стало практически невозможно. Зато заасфальтировали часть клумбы. Да так, что жителям первых этажей пришлось сооружать заборчик. А то машины под окнами ставят. Первое, мы думаем, что делать. Работы проводила ООО «Танып». Договор с ними заключала непосредственно администрация города. Она и должна была контролировать проведение работ по восстановлению асфальта. Но, как нас заверили в администрации, будет исправлено. Да, поступило заявление от жителей в наш адрес. Мы прорабатываем этот вопрос с подрядчиком ООО «Танып», который обязуется выполнить все, как полагается. Нормально сдаст, какая еще объема не подписанная на этом объекту. Погоду даст, сделают сразу же в ближайшее время. Ближайшее окошко, когда появится, солнце, дождя не будет. Там сделают нормально все. Прошло достаточно много времени, но все осталось так же, как и было. Даже хуже. На что надо пойти простым гражданам, простым горожанам города Нефтекамска? Ставить власть работать во благо людей, во благо общества, во благо города. На что надо еще пойти людям, чтобы чиновники стали выполнять свои обещания? Как нам защититься от беспредела этой лживой власти? Думаю, эти вопросы будут стоять еще очень долго. Пока, пока во главе города Нефтекамска сидят такие, как Габдулин, Гарифулин, Халитов и прочие. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok